Здравствуйте! В эфире программа Азбука потребителя. С вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о наращивании ресниц. В чем заключается эта процедура? Что такое наращивание 2D, 3D и даже 6D? И сколько стоит взгляд, как у голливудской звезды? Разберемся по буквам. Рекламные ролики обещают безумно длинные, пышные и подкрученные ресницы. Но такого эффекта хочется добиться не после использования туши, а иметь свои натуральные. Поэтому наращивание лучше друг любой девушки, не подверженной рекламе косметических средств. Перед тем, как отдаться в руки мастера, героине проходит инструктаж по технике безопасности. Работаем мы с острыми пинцетами, поэтому во время процедуры, если же какой-то телефон взять, еще что-то, нужно мастеру предупредить. Во время наращивания глаза ни в коем случае не открывать. С Юлей будет работать профессиональный мастер Валерия Кадышева, лошмейкер со стажем. Для начала она определяет задачи, какого эффекта необходимо достичь в результате. Я предлагаю оттенить вот эту зону, приподнять, то есть сделать ее более выразительной. Мы добьемся того же эффекта, которого мы добиваемся при ежедневном макияже, наложением теней для глаз. После того, как ресницы очищены от макияжа, мастер может более детально изучить строение ваших ресниц. Все это влияет на конечный выбор тех ресниц, которыми будет работать мастер. Мы фактически можем за счет ресниц нового поколения создать на глазках любой, даже самый большой объем, который сейчас очень в моде, это голливудские объемы 5D, 6D. В чем отличие? То есть технология соблюдается абсолютно та же технология наращивания ресниц, но на одну ресничку без склеек, без склеек с соседними ресничками, мы наращиваем от 2 до 6 ресниц, в зависимости от того, какой объем выбрал для себя клиент. Если вас заманивают натуральной норкой и другим пушным зверям, не верьте, все ресницы для наращивания искусственные из так называемого моноволокна. И это обусловлено соображениями гигиены. Название шелк, соболь, норка, колонок – это не волоски животных берутся, это просто рекламный трюк. И для мастеров это, как было между собой, просто обозначение толщины ресницы. Сама процедура наращивания ресниц – почти ювелирное творчество. Задача мастера – наклеить на каждую натуральную ресничку от 1 до 6, в зависимости от выбранного объема искусственных ресниц. На человеческом глазу от 50 до 200 ресниц на каждом. Если мастер не халтурит, не допускает склеек, не пропускает ресницы, ему нужно будет одну и ту же последовательность действий совершить 200 раз для каждого глаза. Молодые ресницы часто практически прозрачны, и задача мастера – не задеть эти ресницы при наращивании. Если ваша знакомая утверждает, что ее ресницы не страдают, не повреждаются и остаются прежними, раз за разом после проведения нескольких коррекций можно смело идти к такому мастеру. Если вы не поклонник пышных ресниц, то можете выбрать максимально приближенные к натуральным. Ресницы цвета темного шоколада, они по цвету схожи со своими ресницами, то есть фактически их даже не видно, только вы можете выгодно оттенить, прибавить в объеме или в длине. Чтобы ресницы держались положенное время около двух месяцев, первые 2-3 дня после процедуры лучше не посещать бассейн, баню и сауну. Большинству клеев требуется время, чтобы окончательно высохнуть. Если вам попала соринка в глаза или что-то, какое-то вещество, вы спокойно можете промыть себе глазик теплой проточной водой, спокойно также по утрам умываться, то есть нет никаких таких противопоказаний. Наращивание не несет никакого вреда нашим ресницам и глазам при условии, что мастер соблюдает технологию и гигиену. Но противопоказания все же есть. Это конюктивит, ресничный демодекс и некоторые заболевания глаз. Не рекомендуется наращивать ресницы при приеме сильно гормональных препаратов и в индивидуальных случаях при беременности. Если вы наращиваете ресницы постоянно, через полгода можно сделать перерыв на пару месяцев. Нарощенные ресницы обязательно надо расчесывать специальной щеточкой. Юлия слушает советы мастера и обещает прийти через месяц на коррекцию. Доказано нашей героине. Никаких неприятных ощущений в процессе и отличный результат. Любой уважающий себя мастер всегда предоставит сертификаты и дипломы. А также вы имеете полное право спросить у него медицинскую книжку. Так что имейте это в виду и пользуйтесь советами азбуки потребителя. До встречи!